fps и герц два слова которые так близки и так нам понятны но так было до сегодняшнего дня разговор о реальной необходимости больших значений fps в играх и мониторах с повышенной частотой обновления ведутся уже давно многие считают что гонка за герцами кадром в секунду не имеет смысла особенно когда частота монитора не превышает 60 герц усаживайтесь поудобнее я доступным языком объясню почему же высокая герцовка в большинстве случаев лучше а иногда может вам вовсе стоит целой победы а спонсор этого видео игровой паблик брп лучшая стрельба московский сервер гениальные админы да я сам там играя частенько подробности в описании заходите на что способен человек самого начала развития кинематографа и анимации появился миф о том что 24 кадра в секунду это максимум что может распознать человек якобы делать больше нет абсолютно никакого смысла и визуальный план заниматься никак не изменится для человека слайд-шоу превращается в анимацию уже на частоте примерно 15 кадров в секунду но чем выше частота кадров тем лучше воспринимается картинка а 24 кадра никак не связано с физиологией в основе такого большого формата больше лежит экономические и технические моменты кинопленка техрамион и оборудование было далеко не самым лучшим по соотношению цена и качество с развитием технологии люди создали новые носители аналоговые передачи сменились цифровыми мы смогли перейти на 30 кадров в секунду и больше например система ямакс воспроизводит 48 кадров в секунду а трансляции игр на twitch аж до 60 fps и только скажите что не замечаете как картинка на 60 кадров в секунду становится половнее чем картинка на 30 после 60 fps разницу на большой частоте при просмотре видео уловить сложнее тут больше зависит от индивидуального восприятия каждого человека например в американских военно-воздушных силах проходил тест среди пилотов истребителей и те умудрились не просто заметить самолет который отображался за один кадр в видеоряде с частотой 220 кадров в секунду но и назвать его модель так что точно ответа на вопрос сколько кадров распознает человек не существует удивлены да на что способен монитор сейчас в большей части мониторов частота обновления равна 60 герц в редких случаях есть владельцы мониторов с 75 герцами а кто помнит этих старичков да да то в них вовсе было 100 герц но к сожалению тоже раритет и музейный экспонат но вернемся к настоящему технологию шли вперед и мы уже можем делать матрицы которые будут давать нам и 120 герц и 140 герц и даже 240 да можно и больше но зачем мониторы с большей частотой в стоит значительно дороже а польза ощущает далеко не все у современного видео частота не повышает 60 кадров в секунду а значит и спрос на мониторы с большей частотой но линии не вели кстати fps это же английское слово frame per second что в периоде кадры в секунду поэтому сокращая fps не забывайте что это на герц это частота обновления экрана монитора дальше если мы говорим об играх то они выдают гораздо большее значение fps чем видеоконтент к примеру counter strike global offensive частота и вовсе не ограничена а самые искушенные игроки очищают лайки даже при 300 fps странно не так ли чтобы эти кадры в секунду использовали с максимальной эффективностью нужен монитор с большей частотой обновления разумеется при наличии мощной игровой видеокарты приведем простой пример первым случае вы сидите и смотрите со стороны как кто-то играет в counter strike на мониторе с частотой обновления 144 герца и 300 fps а рядом сидит человек с монитором 60 герц и 60 fps очевидно разницы в изображении для вас не будет никакой но если вы сядете на место игроков то вы сразу почувствуете что все происходит четче плавнее точнее и быстрее это можно доказать и на цифрах при частоте 60 герц кадр меняется каждые 16 миллисекунд а при 144 герц кадра меняется каждые 6 миллисекунд напоминаю что в одной секунде 1000 миллисекунд на чтобы было совсем понятно пинг 1000 это 1000 миллисекунд то есть когда вас пинг 1000 вас задержка ровно 1 секунда несмотря на то что почти трехкратная равенца вообще не будет заметно глазу мелкая моторика человека после нескольких лет оттачивания мастерства игры использует эти 10 миллисекунд для более точного наедине прицела на голову это невозможно объяснить словами друзья это нужно почувствовать все киберспортсмены кстати требует от организаторов использовать мониторы от 144 герц во первых разница между любым профессиональным игроком и его оппонентом настолько мизерно что даже такие мелочи могут решить исход сражения во вторых они играют на такой частоте дома на буткемпе у себя дома или у друзей и на других турнирах за долгое время они привыкли к 144 герцам и на меньшей частоте они попросту не смогут реализовать весь свой потенциал ибо чувствует сильнейший дискомфорт им будет казаться что все тормозит и лагает к сожалению такое наблюдаю у себя как только приобрел мне тоже 144 герца игры на фаскапе стали вызывать полное отвращение из-за ограничения 100 fps кадры лишними не бывают может ли монитор с 60 герцами отобразить больше чем 60 кадров в секунду нет не может другой вопрос что именно он отобразит вывод изображения на экран и рендер кадров на компьютере не происходит одновременно существует задержка которая называется input lag когда вы двигаете мышкой или нажимаете на клавишу на экране это применяется только на следующем кадре тоже самый миф у меня 300 fps но монитор 60 герц если вы играете на 60 fps то минимальная разница между движением и отображением составит примерно 16 миллисекунд если же частота в два раза больше то перед показом следующего кадра система успевает зарендрить 2 а на экран будет увиден один наиболее актуальный итого задержка сокращается вдвое исходя из этого напрашивается вывод больше fps это всегда хорошо вне зависимости от того какая монитора будет частота обновления технологии не читерство это оружие что будет если дать обычному человеку самую крутую кисть краски холст и попросить его написать шедевр прямо здесь и сейчас что будет если ледовому меломану дать крутейший секвенсор со всеми плагинами и попросить написать крутой танцевальный трек очевидно ничего у них не выйдет для того чтобы достичь результата нужна практика тренировка и сноровка если за 1000 часов кс-го или кс-кни 6 мониторе 60 герц и 60 fps вы так и оставились м плюсом либо сильвером то никакие мониторы показатели fps вас уже не сделают чемпионом на результат слишком много влияет человеческий фактор форма настроение состояние реакция и масса других особенностей ни в коем случае нельзя сводить все к техническим аспектам что и привыкли делать современные нубы все зависит от потребностей и возможностей некоторых устраивает даже 30 fps и они не видят смысла тратить нескольких десятков тысяч рублей на мощный компьютер самым новым железом и тем более на монитор с частотой с 20 герц и более другие же чувствуют плохую отзывчивость в управлении даже на 60 герцах хотя ни разу не пробовали большую частоту а на топом уровне все даже быть самое лучшее скил игроков и условия в которых они уступают для того чтобы они могли реализовать свой потенциал на максимум и нужны инструменты с максимально возможными характеристиками профессионала в курсе как реализовывать и эти собранные по крупице миллисекунды а у равных по скилу соперников именно они решают исход сражения для любителей супер гей-рума есть и обратная сторона медали а именно невообразимая зона комфорта когда попросту перестаете играть в полную силу покоряя очередной паблик со статистикой 50 на 1 а зайдя против пятерки сидящей на 60 герц то те смогут пара раундов зарядно потрепать вам нервы не забывайте раскрывать свой потенциал иначе не будет развития понравилась информация тогда вы знаете что делать друзья с вами был ваш невменяемый дестера и до встречи в новом видео Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...